Всем привет! Меня зовут Наталья. Всем большой привет всем моим подписчикам. Нас мало, но мы в темняшках. Большое спасибо, что вы меня смотрите. И также большой привет всем, кто первый раз зашел на мой канал. Всем большой привет! Сегодня будет такая тема, как я докатилась за ютубом. У меня несколько причин, которые взаимосвязаны между собой. Первое, что зовут меня Наталья. Я такой тревожный неврастейник. Моя вся прошлая жизнь отразилась на моем характере, на моем нервном состоянии. В особенности мой опыт жизненный, который дала мне бывшая моя страна Украина. Я проживала на Донбассе последние годы. Вот уже 4 года мы как уехали, живем в Российской Федерации. Я такой человек, очень близко себя воспринимаю в сердце все эти политические события. И вот они все отразились на мне. И теперь у меня такое тревожное состояние. Навязчивое, можно даже сказать, что будет война. Так вот, первый раз я вошла в ютуб как зритель. Это вот последний Майдан. И уже оттуда я вот еле-еле смогла уйти. Сначала я пользовалась ютубом как дополнительным средством информации. Очень все информации, как вы видите, и все, вы все знаете, это все последнюю нашей историю, последние этих 4 года. Достаточно, предостаточно всевозможной информации. И я была поглощена этой информацией в ютубе. Кроме того, что у меня целая куча дел, связанных с переездом, с тем, что мы обживаемся здесь. Ну, и все понятно с этими всеми переездами. И у меня еще уже, конечно, есть семья, дети. И я живу одной жизнью, и параллельно я жила другой жизнью в ютубе. Это все совмещалось. В основном жизнь в ютубе у меня была после 12 часов ночи, пока я не узнаю все новости всех блогеров, пока я не выяснил этот анализ, эти мысли, раздумья, кто прав, кто виноват, что будет дальше. И вот уже у меня этот, говорят, сорвало крышу от этого всего. Вторая причина, почему я нервничаю, скажем так, и тревожусь, тоже сказалась прошлая жизнь на Украине. И, может быть, события личной жизни, личной потери. И в связи с этим моя тревожность по отношению к детям, какими мои мальчики вырастут, кем они станут, какими они будут. И все это отражается тоже на мне. И вот я такой тревожный человек. И тоже. Плюс мой сын, который уже подросток, наши с ним взаимоотношения, выяснение тоже постоянно всех этих вопросов, проблем, которые связаны с конфликтом поколений. Особенно такой большой разрыв у нас 30 лет. Я человек, рождённый в Советском Союзе, ватник и совок, до сих пор считающий, что у нас в нашей школе, в наше время, закладывались самые лучшие качества человека, которые должны быть присущи человеке. И мы постоянно с ним споры о том, тоже о смысле жизни, о справедливости, о том, как там живут в политическом строе, о том, как живут за границей, о том, как живут у нас, сравнение. И вот это вот конфликт у нас. И даже не конфликт, а споры. И вот это тоже всё накладывается, потому что он смотрит совсем другим блогером Ютуба. И я почему-то, я знаю, почему, потому что так должно быть, что родители в определённом возрасте уже не являются авторитетом, и мнение родителей не кажется самым, правильным мнением. И поэтому у нас возникает очень много споров. Мне очень часто хотелось дать ответ этим его блогерам, видеоответ. И вот в таком состоянии я жила, в споре со своим сыном, с поиском какой-то истины. Особенно ещё, когда размышляешь, уже как бы отдышался, вот в этом марафоне устройства в своей жизни, немножко отдышался, оглянулся, и тоже увидел какие-то недостатки. Особенно, когда ещё ты смотришь каких-то блогеров, которые всё пропало, всё пропало, и так далее, то, конечно, начинаются ощущения, у тебя же тяжёлые ощущения такие на душе. Нет выхода никакого, как бы не видишь. И тут я на просторах Ютуба увидела совсем другую жизнь случайно. Я увидела, что есть категория видео, которая называется не только политические какие-то видео, исторические и так далее, а я ещё увидела развлечения, общество, люди, блогеры, в общем. Я увидела, что люди живут какой-то совсем другой жизнью, есть какие-то совсем другие видео. И мне было даже как-то смешно. Думаю, боже мой, кому это интересно? Почему люди, оказывается, уже много лет, люди смотрят распаковку каких-то посылок, походы в магазины, потом какие-то, как устроен дом, быть, порядок. Ну, мне это больше привлекло. У меня появился один очень любимый блогер, который, спасибо ему большое, очень отвлёк меня от старых этих всех мыслей. Это никуда не ушло. Он просто отвлёк. Я просто совсем мало теперь уделяю внимания, но я уделяю этому всему, что было и раньше на Ютубе. Но я увлеклась этим своим блогером, я стала его смотреть. И представляете, как раньше в детстве, когда пела Алла Пугачёва, мы брали скакалку или что-то ещё, и пели песни. Точно так же стала примерять на себя вот всё, что он говорит, как он делает. Ну, и не только один блогер, их было несколько. Я думаю, что я сделаю отдельное видео на Ютубе о своих топ-блогерах, которые смотивировали меня сделать свой канал. И мне прям загорелось. Вот таких у меня очень давно не было и таких вот желаний, каких-то, ну, таких вот прям определённых желаний, что чего я хочу. Вот прям хочу, хочу, хочу. И я стала, естественно, советоваться со своей семьёй, что я хочу быть блогером. Сильня меня не поддержала. Категорически мои дети были против. Особенно старший сын, опять же, с которым мы всё время спорим, он был против. А я, понимаете, как от противного уже, как дети, наши дети с нами, как от противного. Я прям, я не смогла согласиться с его аргументацией, что для меня это уже поздно, меня уже смотреть никто не будет, что я ничего не могу людям дать интересного, полезного, потому что, кроме меня, очень много-много ещё всевозможных людей, которые интересны для меня. Мне это очень задело, и я решила ему доказать, что есть ещё порох в пороховнице. У меня даже не было смартфона на тот момент. Я поставила перед собой цель. В общем, я хотела показать своему сыну, что если я ставлю перед собой цель, и чтобы он посмотрел на меня и брал с меня пример, не нужно быть прям зеркальным моим отражением и делать, идти моим путём, но чтобы он видел, что если я ставлю перед собой цель, потому что, конечно, были очень часто говорятся обидные слова со стороны моего сына, мою сторону, что я ничего не добилась, ничего не могу, ничего не добилась, скажем так. как-то он думает, что всё, что у него есть, это само собой разумеющееся. И вот я так и появилась на Ютубе. Я купила себе смартфон, я познакомилась с программами, редакторами разными и стала делать видео. Пока что ещё хочу сказать очень важное по поводу Ютуба. Мне всё время спрашивают у моей семьи, зачем тебе это нужно? Но теперь уже, когда сначала это было как доказать сыну и от противного, вот как моё желание наперекор всему, да, это всё сделать, я очень волновалась, это были такие новые, в результате это оказались такими новыми ощущениями, яркими такими ощущениями на фоне того, что у меня как бы протекала обычная жизнь, то теперь я получаю огромное удовольствие от этого, несмотря на то, что я устаю, сомневаюсь в себе. У меня как бы много идей, но у меня самый главный мой недостаток, это то, что я не уверена в себе человек. Я всегда, когда не хотела быть первой, и всё, хотелось, мне было достаточно четыре быть хорошисткой. И сейчас у меня даже такое волнение, я думаю, что не очень много просмотров, потому что всё-таки люди не понимают, и я пока не понимала до конца, зачем мне это всё нужно. Естественно, все, я думаю, что любой блогер, который выходит на просторы Ютуба, он хочет признания своего труда, своего творчества, просмотров. Но, с одной стороны, я как бы, я не расстраиваюсь, я рада каждому новому подписчику, каждому новому просмотру. Это меня очень вдохновляет. И даже, я не представляю, если бы на мне свалились огромное количество сразу зрителей, то я не представляю, что бы я делала. Я не готова, я не могу держать ещё аудиторию большую. И ещё пока в себе сомневаюсь. Но я знаю, зачем я здесь на Ютубе. Теперь я уверена в себе, отвечаю сама себе и вам. Зачем я здесь? Меня смотивировали некоторые блогеры, я повторюсь уже, я буду ещё об этом говорить, но важным для меня является вот этот вот терапевтический эффект, который я получаю от Ютуба. Моё лето, которое прошло, вот я этим летом вела Ютуб, для меня было самым лучшим, наверное, в моей жизни, потому что он был таким полным. я кроме того, что я отдыхала, позволяла себе пойти где-то отдохнуть с ребятами, со своими, что-то посмотреть. Я получала огромные эмоции от этого. Терапевтический эффект такой. Мне это нравится. Я пока не могу от этого отказаться, потому что я знаю, что я опять уйду в эти все мысли, которые мне, они до сих пор, я же говорю, что я тревожный человек, они меня не отпускают от того, что как несправедлив наш мир и так далее. Но мне очень хочется, чтобы другие люди знали, что трудностей бывают очень много в жизни, но всегда есть чему радоваться в жизни. И я смогу об этом говорить, потому что еще я знаю, почему я это смогу говорить, потому что я работаю в аптеке, и ко мне, вот там я чувствую себя нужной людям. В каком плане они ко мне приходят, вот именно ко мне. Я вижу по их глазам, что они хотят от меня слов, поддержки. Мы находим с ними общий язык, особенно я люблю общаться с пожилыми людьми, давать им заряд надежду, что они не зря живут, потому что пожилые люди очень любят говорить, что скорее бы уже умереть, что жизнь неинтересна, но я их так стараюсь заряжать. Я думаю, если я буду такой же естественной на ютубе, и не буду стесняться говорить то, что я думаю, а я боюсь говорить то, что я думаю, как говорят, слово не обеи вылетишь, вылететь не поймаешь, потому что они всегда согласны с тем, что происходит у нас в стране, у моей бывшей стране, и вообще во всем мире не согласна, с как происходит. и у человека может появляться тоже такое плохое настроение, но я хочу может быть хотя бы одному человеку, хотя бы одному, если я поддержу его, то я уже буду довольна, счастлива, и сама буду получать эту энергию от вас положительную. И как долго я буду я на ютубе, но я пока не знаю, вот пока мне не надоест, пока я не разочаруюсь, пока может быть я не увлекусь чем-то другим, потому что такой увлекающийся человек. Всем спасибо за ваше внимание ко мне, подписывайтесь на канал, делитесь моими видео, всем пока еще раз, до новых встреч! до новых встреч! Продолжение следует...